Министерство просвещения поставило новую амбициозную задачу. Россия по качеству образования должна войти в десятку мировых лидеров. Пока что нам до этого далеко, но что касается конкретно нефтьюганской, академическая успеваемость улучшается. Результаты ЕГЭ с каждым годом лучше и выше окружных. Однако по математике средний балл по-прежнему не дотягивает до 60. Есть и те, кто вообще не справляется с тестом. Правда, и сегодня не все решают оценки в эти стати. Сегодня просто ученик, имеющий стубальные результаты, он не сможет реализовать себя в современном быстроэкономически развивающемся обществе. Поэтому, если говорить о результатах, то да, это результаты должны быть высокие. Но в то же время ученик должен легко себя представлять, себя позиционировать, понимать опять же реальность жизни и легко встраиваться в эту современную жизнь. Российский выпускник обязан быть патриотом и использовать полученные знания на благо Родины. Воспитательной роли школы сегодня отводится столь же важное место, как и учебе. Однако педагоги признают, что без родителей эта задача становится почти невыполнимой, а отцовский авторитет хромает. Школа без родителей, она не может существовать. А если ребенок не уважает своего отца и мать, очень тяжело в школе воспитывать самого ребенка. Поэтому, наверное, нравственные ценности, моральные ценности – вот это самая основная боль, да, ну и уважение к учителю. Потому что если учитель воспринимается как поставщик услуг, конечно, это тоже очень тяжело. Мне, как директор, да, учителю воспринимать. Вот к учителю это, как бы это пафосно не звучало, это не профессия, а призвание. Московский эксперт считает, что нужно менять систему управления. Старая командно-административная давно обветшала. Она демотивирует педагогов и тормозит модернизацию образования. Но менять менталитет сложнее всего. Кроме того, школе придется еще плотнее заняться маркетингом. Мы зачастую как? Предлагаем то, что нам больше всего нравится. Вот. А мы должны предлагать то, что нравится людям. Зачастую детям интересно одно, родителям другое, а системе образования третье. И в результате мы как лебедь, рак и щукра. И вот пока мы не найдем вот этот баланс, никаких движений вперед не будем. Мы не войдем не то, что в социально ответственную личность воспитываем. Мы и в десятку никогда не войдем. Впрочем, у Югры и Нефтьюганска в том числе есть своя специфическая болевая точка, которая в данное время является проблемой номер один. Это нехватка учебных мест. Инна Новикова, Даниил Глушков, телерадиокомпания «Юганск». Девятьсот лет.